Мы всех приветствуем, кто с нами изучал в течение этого года книгу Рава Шерки «Святости природы», также те, кто присоединился, и мы с Божьей помощью дошли до последней темы в этой книге. И, возможно, мы сегодня закончим. Итак, это тема «Дерзость шувы». И начнем с темы «Хуцпа» или «Дерзость в учении Рава Кука». Итак, в трактате «Сата» в Мишне мы учили, перед приходом Машеха возрастет «Хуцпа». «Хуцпа», что можно перевести как «Дерзость» или «Наглость», это некая отрицательная черта характера. И мудрецы предвидели распространение дерзости в определенный период. То есть, она отрицательная в перспективе Талмуда, в этом ответке, кажется она отрицательной. В принципе, не факт, что она отрицательная. Здесь она кажется отрицательной. Да, на первый взгляд. Ну, сегодня мы и будем разбирать, насколько она отрицательная, что в ней есть положительного. Итак, есть определенная пограничная эпоха, выход из изгнания и начало дней Машеха. И в этот период, то, что называется «Иквота Машеха», «Пятки Машеха» на языке Талмуда, в этот период мудрецы предвидели распространение дерзости. Это выражается как в чертах характера. Там сказано, юноши не будут уважать стариков и прочие такие вещи. Так же и в неких неверных идеях и мировоззрениях, которые распространятся в эту эпоху, о чем сказано «Малхут та опохля минута», что можно перевести, что царство превратится в ересь, в некую. То есть, здесь говорится о неверных идеях. И Рав Кук стремится раскрыть искры святости, которые скрыты в глубине этого качества, в глубине неверных мнений, а также неверного поведения. И вот цитата из Рава Кука, из Шмунахвацы. «Необходимо возвысить падшие мысли и качества, зло и уродство которых ясно различим, и поднять их к источнику, их корня в святости. И тогда можно будет увидеть, что это действительно возвышенные идеи и добродетели». Итак, есть корень в святости духовном, в том числе у каких-то плохих чертах характера, плохих действиях и плохих идеях. И сегодня будем с этим разбираться. На этом принципе, на принципе возвышения каких-то падших мыслей, качеств Рав Кук строит целое учение о святых корнях дерзости. И он делает шуву дерзости. Есть такое понятие, все мы знаем, шува человека, то есть возвращение к Богу человека. То есть, когда он удалялся от Бога и совершил разворот, и начинает приближаться. Точно так же, учит Рав Кук, можно делать шуву идеям. Есть какие-то идеи, которые выглядят как какие-то отрицательные, как идеи против Бога. Но их можно вернуть в лону святости, потому что у всего есть корень в святости. Итак, Рав Кук учит, как превратить дерзость в святости. И Рав Кук говорит, что одно из главных проявлений дерзости – это атеизм или неверие, который раскрывается в последние века. И с точки зрения Рава Кука, атеизм в его поколении или в нашем поколении – это на самом деле проявление скрытого в душе желания обрести более глубокую веру. То есть, та вера, которая есть в поколении Рава Кука, она недостаточно глубока, и поиск более глубокой веры раскрывается именно как неверие. Я только здесь хотел бы сделать маленькую запомарку, что есть хуцпа как наглость, нахальство, и можно делать тшуву самой категории хуцпа. Это одно. А делать тшуву категории атеизм – это другое. Атеизм – это один из возможных элементов хуцпы. Но хуцпа совсем-совсем-совсем никак не исчерпывается атеизм. Это только маленький кусочек. Поэтому это тшува атеизма, а не тшува хуцпы. То есть, хуцпа – более глобальное явление человека? Гораздо более широкое. Гораздо. Просто это один из аспектов. Атеизм тоже обладает аспектом хуцпа. Но атеизм не укладывается в хуцпу, и хуцпа уж точно не сводится к атеизму. Да, согласен. Сама тшува понятия. Вообще, что такое тшува идей – это отдельный вопрос. Как происходит тшува идей? Что необходимо возвысить падшие мысли и качества. То есть, возвысить. То есть, найти в них божественный иску, божественный позитив. И раскрутить его, показать его. И тогда люди, склонные к этому качеству, будут применять его правильно. Вот это и есть возвышение падших мыслей и качеств. Иначе не падает какое возвышение, это возвышение. И вот тогда действительно из них выйдут, они правятся к возвышенной идее добродетеля. Поэтому вот вот по первому букву необходимо возвысить. А дальше, окей, начинаем конкретно. Хуцпа. Окей, идем более детально. Атеизм – это один пункт. Окей, обсуждаем атеизм. Ну, вообще, забавно, я говорю, забавно, в кавычках и вес. Вообще, как бы, получается, что часть людей хочет выйти из религии. Хочет себя просто противопоставить. То есть, вне зависимости от того, например, есть что-то. Человек говорит, я не с вами. Оставьте меня, я не с вами, а другие идеи. А ему говорят, да, конечно, ты не с нами, иди, куда хочешь. А между собой говорят, слушай, конечно, он с нами. Он с нами. Нет, нет, нет. Нет, он просто не понимает ничего. Нет, ну, он просто не дошел еще. Он просто, он глубоко, оставь, 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 оставь. Может быть так, что человек говорит, ребят, я не с вами, оставьте меня. Все. Я понимаю, что вы хотите меня переформатировать снова. Не надо меня переформатировать. Вы меня снова хотите уложить в рамках своей системы. Я хочу выйти из вашей системы. Окей. Видишь? Не кажется, это странно, это немножко смешно. Нет, 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 я тебе объясню. Нет, я тебе объясню. Начнем с того, что сам этот атеизм, безусловно, имеет свое мнение про религиозных. Он же считает, что религия примитивна. Мы ему не говорим, оставь нас. Что ты про нас считаешь? Он считает, как хочет. Ему почему-то не приходит в голову, что если он ушел, он не имеет права иметь свое мнение про религию. Нет, конечно, имеет право иметь свое мнение про религию. Хотя нам оно кажется неправильным. Точно так же мы имеем право иметь свое мнение про атеизм. Ну, про него. Это мы... Он говорит, оставьте меня. Прекрасно. Тебя лично, тебе лично, мы никаких претензий не имеем. Но к твоим взглядам ты не имеешь права заставить нас не иметь мнение про твои взгляды. Нет, нет, конечно, нет. Но, понимаешь, точно так же атеисты, точно так же секулярные могут точно так же пересчитать. Понимаешь, может быть, даже люди, склонные к математике, лучше это объяснять, чем я. Они точно так же могут пересчитать. Послушай, религиозные, вообще вся религиозность, это тот же самый атеизм. Они такие же ребята, как и мы. Чисто психологически ребята хотят, чтобы у них был папа. Послушай, послушай, я что-то понимаю, но они... И они объяснят точно так же. То есть каждый может быть другого, а в своей системе. Но разве я мешаю им объяснять? Я не мешаю им объяснять. Нет, нет, нет. И они все объяснят. Правильно. Я же не претендую на их объяснение. Я не претендую на их право от меня делиться и делать, что хотят. Но я настаиваю на своем праве иметь мнение по поводу их. Вот это мнение по поводу их мы и обсуждаем. И последний вопрос, чтобы не задерживать. Но я, по-моему, задавал его на самом деле уже. Вот некоторая идея, которая меня как бы мучает, можно так сказать. Почему Раву Куку, почему Раву Куку обязательно надо переобуть атеистов? Почему им обязательно надо доказать, что это часть нашей... Часть секунды. Как будто похоже на такую вещь, когда у человека есть некоторая система. У него есть некоторая модулярная система. Просто у него есть некоторая система. Он поставил концепцию. Какие-то вещи из нее вываливаются. Вместо того, чтобы сказать, да, эти вещи не подходят в мою концепцию. Он делает все эти усилия для того, чтобы тем не менее обратных вернуть туда. Чтобы показать, нет, они все равно часть моей системы. Правильно. Это очень просто. Это очень просто. Во-первых, у нас есть люди, которые ушли. Ты, Харидим, говорят, окей, они ушли, они нам неинтересны. Нет, они ушли, они нам интересны. Вопрос твой относится к Харидим ничем не меньше. Почему это Харидим их выделяют, их убирают из еврейского народа? Почему это Харидим, например, после этого не считают, что это нормальные евреи? Это же тоже такой же вопрос. Что бы ты про них ни думал, думал бы ты, что они наши, думал бы ты, что они не наши, думал бы ты, как натура и карта, что это все неправильные иудаизмы. Всегда можно задать вопрос, ну почему тебе надо про них что-то думать? Всем нам нужно думать про других. Они точно так же думают про нас. Разные вещи, разные, разные, не религиозные, думают разные, а про разных религиозных. Мы точно так же думаем про них. Это совершенно естественно. Ты предлагаешь перестать о них думать? Во-первых, то, что ты сказал, перестать стать евреями. По-моему, это неправильно. Кто-нибудь... Я не предлагаю так делать, я говорю, что чтобы религиозные не приняли какое решение, первое, второе, третье, то почему вам обязательно нужно такое решение? Почему вам нельзя другого решения принять? То есть, твоя претензия к Раву Коку ничем не менее, что твоя претензия к хорегим, или твоя претензия к любым религиозным, или к любым нерелигиозным. А нерелигиозные сказали, вот религиозные замшелы. Но в чем нужно обязательно считать религиозных замшелами? Потому что мы хотим так считать и считаем. То есть, так что я вкуху... Нет, по-моему, ты все-таки растекаешься. Я не про это сказал. Вот фраза «Атеизм – скрытый поиск более глубокой веры». Атеист говорит, я неверующий. Поэтому бессмысленно его переобувать и опять... Так его никто не переобувает. Я не вера. А ты ему говоришь, нет, ты вера, я тебе докажу. Неправда. Неправда. Ты ошибаешься. А там, мы для тебя говорим. Секундочку. Ты ошибаешься. Я его никуда не переобуваю. Я просто думаю, как я хочу к нему относиться. Есть два варианта. Первое – он чужой, пошел нафиг, не хочу тебя знать. Второе – нет, ты не чужой. Но если ты не чужой, я должен понять, почему ты такой. Я не могу быть... Слово чужой неправильно. Другой. Он другой. Нет, 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 не надо, не надо. Он или чужой, или свой. Если он свой, то я должен понять, почему он такой. Хорошо, последнее. Последнее, последнее, что я хочу сказать. Секунду, секунду. Два неправильная фраза – я не переобуваю его. Я обдумываю его взгляды для себя, для моей картины мира, а не для его картины мира. Теперь, есть два варианта. Первый вариант – ушел, до свидания, не хочу тебя знать, пошел вон. Это первый вариант. Второй вариант – ушел, ты… Секунду, нет других вариантов. Ушел, ты все же мой. А если ты мой, значит, я должен понять, почему ты такой. Нет варианта. Во фразе «Атеизм – скрытый поиск – более глубокие веры». Здесь тавтология. Атеизм – это отсутствие веры. А ты ему говоришь «нет, это глубокая вера». Правильно. Я говорю, это не глубокая вера, а это глубокий поиск. Здесь нет веры в атеизме. Я не утверждаю, в данном случае Афгук не утверждает, хотя некоторые утверждают, но Афгук в данном случае нет. Что атеизм – это вера. А он говорит, атеизм – это следствие поиска более глубокой веры. Атеизм говорит, ха-ха-ха, я так вовсе это не делаю. Прекрасно, ты так не считаешь. Это не важно, что ты так не считаешь. Я тебя анализирую. Потому что все, что угодно, любая социология, любая социальная психология, вся строится на том, что ты анализируешь различные измы, идеи, группы. Он тебе скажет, а что ты меня анализируешь? Кто дал тебе право, тебе, социологу, про меня иметь мнение? Что ты меня переобуваешь? А я социолог, кого хочу, того и обуваю. Это то же самое. Я хотел сказать, что если ты видишь явление, которое не похоже на тебя, и да, пройдешь к тебе, есть два пути его анализа. Первый, да, это обрисовать его в рамках координат, которые тебе понятны. И эта фраза – атеизм, скрытый поиск, более глубокие веры. А, ох, я понял. У меня вера, у него вера, просто она другая. Либо-либо... Нет, 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 ты не понял. Нет, ты ошибаешься. Ну, может быть. Ты ошибаешься, потому что... Потому что есть явление атеизм. С точки зрения халидим – это другое. Другое. Мы не будем его анализировать. Мы его считаем враждебным. Как он себя считает враждебным нам? Мы с ним соглашаемся. То есть халидим полностью... Не приписывай, что ты не говорил. Я не сказал слово враждебное. Нет, 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 говорил. Секундочку. Халидим, говорят. Вот есть атеисты. Атеисты нас не любят. Мы это принимаем за такую чистую монету. Поэтому атеисты нас не любят. Мы исходим из того, что атеисты – наши враги. И мы будем с ними воевать. Вот тебе, пожалуйста. Понимание атеизма полностью соответствует. Атеисты считают, что и легионные замшелы, и примитивы, и теограды. Халидим считают, что атеисты соответствующие фанатики ненавидят иудаизм. Вот обе стороны... Это примитивный подход, но... О, секунду. Я так не думаю. Якунечку, ты бросил ситуацию, в которой обе стороны принимают мнение Деуева о себе. Теперь, что делает Раф Кук? Он говорит, да, атеисты считают, что мы такие-то религиозные, примитивные и замшелые. Но я, говорит Раф Кук, не согласен с тем, что атеисты думают про атеизм. Я, Раф Кук, считаю... Я не слышал таких определений от атеистов. Не слышал... Ну, 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 послушай... Даже люди, которые приходят с Синогубами, просто они относятся к этому, как к фольклору. Послушай, послушай. Они относятся к религии твоей и моей, как к деянию. Нет, 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 нет. Вот и все. Они отрицают божественную составляющую. Прикорду, ты атеистов давно не видел. Да, конечно. Да ты их не видел давно. Нет, нет, нет. Нормальные атеисты, которые... Хорошо, воинствующие атеисты. Нормальные воинствующие атеисты относятся к религии определенным образом. Теперь Раф Кук говорит, окей, у атеизма есть некоторые взгляды. Я, Раф Кук, не согласен с тем, что атеизм взялся из этого. Я считаю, Раф Кук, что атеизм взялся из поиска более глубокой веры. Да, атеисты с этим не согласятся. Ну и что? Например, марксисты говорят, мы взялись из борьбы за счастье человечества. А я говорю, нет, марксисты, я вас анализирую. Вы вовсе взялись не из-за блага человечества, а из зависти тем, кто более успешен. А марксисты говорят, а что это ты нас обуваешь? Какое ты имеешь право про нас считать то, что мы сами про себя не считаем? Извини, дорогой марксист, что хочу про тебя считать, то и считаю. И дальше уже будет конкуренция взглядов. Марксисты изложат про себя. А я изложу про марксистов, что я думаю. И посмотрим, чья точка зрения победит в идеологическом пространстве. Моя точка зрения нужна мне для того, чтобы переубеждать марксистов. Марксистов не переубедишь. Моя точка зрения нужна мне для того, чтобы мои собственные люди вокруг меня соответствующим образом относились к марксизму. То есть также мнение мое про атеизм нужно не для того, чтобы переубить атеистов, не для того, чтобы переубедить атеистов, не для того, чтобы заставить атеистов. Нет. Она мне нужна, чтобы в моей религиозной системе выбраться определенные отношения к марксизму, к атеизму, ко всем прочим измам. Для этого я эту систему делаю. Вовсе не для них, не для атеистов. Я делаю ее для своих, для религии. Я считаю, что религия должна развиваться. Именно поэтому я ее развиваю. Поэтому я не обуваю атеистов или марксистов. Я высказываю свое мнение про них для цельности своей, моей картины мира. Окей. Настоящий атеист, который ищет. Почему? Он ушел, потому что его что-то не устраивало, и теперь он пытается найти более адекватную картину мира. И если он ее ищет, то есть шанс, что он найдет, если вернется к иудаизму. Это поиск. Окей. Окей. Ну хорошо, Между собойчик закончился. Мы можем говорить. Прекрасно. Было отличное и правильное место. Очень большое спасибо, Натан. Это было очень важно. Распечатка этого вполне может быть замечательным комментарием к этому месту книги. Я рад, что выйдет замечательная распечатка. Будем видеться дальше. Отлично. Отлично. Итак, Раф Кук считает, что атеизм – это поиск более глубокой веры. Какая же была вера до Раф Кука, в прошлых поколениях, в Средневековье и раньше? Было такое понятие «принять на себя ермо власти небес». Оль-Малхут Шамаем. Ермо, на самом деле, тут дальше мы будем разбирать этот термин. Ермо, на самом деле, это некое устройство, которое устраивается на скоту для того, чтобы он делал то, что нужно человеку. Есть такое понятие, что нужно принимать заповеди, как «вол под ермом» и «осел под поклажей». И Раф Кук видит в этом проблему, что принятие на себя ермо власти небес было результатом социального и психологического давления. То есть человек вне общины в те времена не мог существовать, поэтому он должен был подстраиваться под общину и быть таким же, как все. Потом психологическое давление, страх наказания тоже, который был в определенный период, а средневековые, там в основном проповеди строились на страхе наказания. Или просто как бы из верности традиции. То есть все это принятие ерма, понятное дело, не из свободного выбора. Ну, конечно, свободный выбор там есть, но в целом мы видим социальное некое давление, из-за которого мир какое-то количество веков, там очень долгое, был религиозным в целом. И в наши дни, утверждает Раф Кук, происходит процесс утраты вот этой традиционной веры, цель которой вернуться к вере уже по собственной воле и осознанному признанию. Это похоже на сон Адама, когда Всевышний наслал на Адама сон для того, чтобы его распилить, и потом он встретился с собой к лицам к лицу. И вот Раф Кук или Раф Шерки, да, говорит, что вот эта потеря веры, это как раз подобно вот этому наркозу, да, и он нужен для того, чтобы уже пройдя через вот это неверие, посмотреть на себя лицом к лицу и, собственно, уже свободным выбором выбрать веру. И дальше. С этой точки зрения Раф Кук объясняет последствия вот этой дерзости. Из будничности раскроется святость. Из неограниченной свободы придет любимое ермо. То есть вот это понятие ермо, да, который как волк под ермом, а сел под поклажей. Раф Кук говорит, что это должно быть оль-агу, да, любимое ермо. И оно раскрывается именно вот из такой свободы, которая прорывает всякие границы. Золотые цепи сплетутся и поднимутся из вольной поэзии, и сияющая дшува выйдет из светской литературы. И это будет высшее чудо прозрения избавления. Конец цитаты из Рафа Кука. Источник этой концепции можно найти в Медраше Перекшира, в песне собак. Есть Перекшира, как все мы знаем, там разные творения прославляют Всевышнего, в том числе собаки. Собака нам здесь важна, потому что собака не раз фигурирует в Талмуде как пример наглости. Есть вот цитата из Ишаягу «Псы, дерзкие душой, не знающие сытости». И мудрецы добавляют в комментарии на это, есть три вида наглости. Наглость в животных – это собака, наглость в птице – петух, а наглость в народах – это Израиль. И аналогично упомянутой выше Мишне, про то, что раскроется наглость в период Машеха, есть также известные фразы, что лицо поколения, как лицо собаки. Это тоже сказано про времена перед приходом Машеха, тоже как признак наглости, с которой ассоциируется собака. И удивительно, что в Перекшира, там, где все создания прославляют ворца, собаки там произносят следующий стих из Таилин. «Придите, поклонимся и преклоним колени пред Господом, Создателем нашим». На самом деле там построено на фонетике. Вот эта первая фраза «боу ништахавэ», вот эта «боу», оно похоже на лай собак, как и прочие строчки из Перекшира. И вот этот лай собаки, «боу, придите, поклонимся», он в Перекшира воспринимается как приглашение принять Ермо власти небес. То есть, получается, происходит переворот. Вот те самые псы, которые являются символом наглости, они призывают всех поклониться Всевышнему и принять Ермо. Принять Ермо Малхудшамая. Судя по всему, для того, чтобы принять вот это Ермо, необходимо как раз именно качество дерзости. Которое есть у собак в их природе. То есть, предназначение качества дерзости заключается в том, чтобы освободить человека от всякого принуждения. От вот этого принуждения, от иго по принуждению, и заставить его вернуться по собственной воле к любимому как раз вот эту Ерму. И дальше в конце Перекшира приводится следующий митраж. Да, тут целиком есть цитата. Раби Ишаи, ученик Раби Ханина Бендоса, постился 85 постов. Он говорил, как возможно, что собаки, о которых сказано, собаки наглые, не знают сытости, что собаке удостоится сказать песнь. «Придите, поклонимся, преклоним колени пред Господом Создателем нашим». Во-первых, кто такой Раф Ишаи? Он, вот этот Раф Ишаи, не фигурирует, не был известным Танаем, и не упоминается в других источниках. Поэтому предполагают Раширки, что его имя, да, Ишая, слово спасение, оно указывает на конкретную тему, которой он занимался. То есть он искал, то есть все, что мы про него знаем, про этого Рафи Ишая, что он искал ответ на вопрос, как могут собаки наглые по природе поклоняться Всевышнему. То есть он искал, он постился для того, чтобы решить загадку куцпы, загадку наглости, как может быть, что хвалебную песнь «Избавление», «Спасение» произносит именно наглая часть народа. То есть собаки намекаются именно на наглость народа. И на это же есть намек в словах пророка Ишая уже. «Микнабха арец, змирот шаману». От краев земли мы слышали песнь. «Кнабха арец» толкует мудрецы, что это необразованные люди. «Амха арец» – последние края общества, и они будут петь песни «Избавление». И ответил ему в продолжении цитаты, ответил ему ангел с небес. «Ишая, доколе ты будешь мучиться этим вопросом?» «Поклялся Всевышний, что с того дня, как он открыл эту тайну пророку Хавакуку, не открывал ее ни одному человеку в мире. Но поскольку ты сын великого человека, а он сын раби Ханина Бендоса, то послали меня с небес, говорит ангел, обратиться к тебе и сказать. Это те собаки, о которых сказано. А у всех сынов Израиля ни один пес не пошевелил языком». Итак, ангел дает ссылку на еще одну цитату из Торы. Когда во время исхода выходили сыны Израиля из Египта, тогда ни один пес на них не лаял, глядя, как они выходят. Что это значит? Мы знаем, что имеется в виду, что кем бы они ни были, все сыны Израиля, праведниками, средними или злодеями, на них не лаяли собаки. И тем самым собаки раскрыли сгулу народа Израиля, сгула, то есть некое чудесное качество, которое присуще всем евреям вне зависимости от их действий. И эта история, что ни один пес не лаял на сыновку Израиля во время исхода, учит нас, что не действия Израиля выводят из Египта, а именно сгула, внутреннее качество, которое проистекает из самой принадлежности к народу Израиля. Итак, вот эта история про первую геулу, про исход из Египта, она параллельно говорит Равширке и последнему избавлению, параллельно этому, подобно дерзости эпохи Машеха, то есть когда молчали собаки, это воплощение дерзости, и в конце снова появляются собаки, в плане как бы наглые люди, которые бунтуют против веры. Итак, вот этот бунт против веры, он готовит почву для раскрытия сгулы народа Израиля. И продолжение, продолжение Медраша Перекшира, более того, эти собаки удостоились того, что их экскрементами обрабатывали кожей, да, там, да, оказывается, есть такой процесс обработки кожи, для отфелин, мизуз и свитковтура, как их вымачивают в помете собак, чтобы они стали мягче. И они удостоились воспеть песнь, да, вот такая, как бы, шокирующая подробность, которая нас учит чему, да, что есть другой аспект, да, уродливая сторона этой наглости, то есть экскремента собак, да, мы уже говорили про навоз осла Машеха, да, это тоже связано, то есть самые, как бы, некрасивые вещи, они становятся инструментом для принятия власти небес. И в чём это выражается, в том, что вот эти, как бы, собаки, даже не сами собаки, а то самое, отходы от этих собак, они переворачивают с удивительным образом в этом Медраше, что служит для того, что символизирует принятие Ермани Бес, то есть фелин, мизуза и свитковтора. Вот такой интересный комментарий, да, есть какие-то вопросы? пока мы двинемся дальше. То есть у нас наглость доходит до самого нижнего предела и переворачивается. Я не могу детально посмотреть это по Роукукуку, но Роукукук так говорит. Ну, если нет комментариев, тогда двинемся дальше. Итак, основа тшувы эпохи Машехна. Теперь нам нужно выяснить, почему эта дерзость раскрывается именно в эпоху избавления. Роукук утверждает, что дерзость является прямым следствием из веры в единство. Поскольку божественная слава обитает во всем, то и божественный свет должен раскрываться во всем. И также из этого следует, что в том месте, где из-за необходимости раскрытия божественного света во всем, следует, что в том месте, который кажется наиболее далеким от божественного света, этот свет должен проявляться еще сильнее. На это намекают слова Талмуда. Наглость – это царство без короны. Эта фраза указывает на пробуждение к действию без явного разрешения свыше. И там же в Талмуде сказано, что это пробуждение, то есть дерзость этого царства без короны, она в то же время оказывает влияние даже на небеса. Поскольку цель этого пробуждения в том, чтобы небеса проявились на земле и изнутри земли. Дерзости дано право на существование только для того, для того, чтобы человек принял на себя иго, царство небес по свободному выбору. На самом деле, насколько я понимаю, тут известная каббалистическая концепция, да, оказывается, что свет, когда распространяется, да, он все слабеет, слабеет, слабеет. И все это для чего? Для того, чтобы раскрылось некое место почти свободное от света, и оттуда началось возвращение, возвращение к свету, то есть, творец сотворил творение для того, чтобы оно посмотрело, подняло глаза на него и начало к нему возвращаться. И вот это возвращение, оно может быть только по свободному выбору, а свободный выбор может проявиться только когда этот свет как бы дойдет до минимума, да, и поэтому ради возвращения к Всевышнему, да, вот эта точка, из которой начинается вот это возвращение, оно должно быть именно то, что называется царство без короны, то есть, как раз свободный выбор, да, который должен раскрыть свет в самых отдаленных местах, да, для того, чтобы свет раскрылся везде, собственно, с чего творение начиналось, да, примерно так я это вижу. Можно также сказать, что божественный свет действует в соответствии с медленным темпом творения, да, поскольку свет ждет, что творение по своему выбору, да, начнет возвращаться к Творцу, да, поэтому он будет ждать, да, когда, когда пробудится вот это творение, то есть, если свет хочет раскрыться в человеческом сознании, то для этого нужна дерзость, и поскольку раскрытие божественного света порождает дерзость, да, и поэтому раскрытие божественного света порождает дерзость в поколении избавления, В поколении, которое стремится к знанию и к расширению восприятия. Это как раз то, о чём мы говорили, что раскрытие новых знаний ведёт к сбрасыванию вот этого самого Ерма Небесного Царства, и на самом деле это процесс запланированный. Есть какие-то комментарии? Борис Тиану нет. Знаю, но всё-таки как-то не хочешь, у меня был образ человека, который всё время палки в колёс вставляет. Почему? Нормально за оболёт. А, ну нормально, тоже вписывается. Хорошо. И в распечатке это будет хорошо. Хорошо, продолжаем дальше. Знаю, как-то еврейская традиция, она огромная, правильно? Ну я сейчас грубо говоря, вообще надёргать цитат, ну надёргать не хорошее слово, да, в кавычки поставил, но подвести цитаты под свою, ну прочти про всё. Ну когда ты читаешь про хуцпа, 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 и как это классно, хуцпа, и вот Санадрин тоже пишет про хуцпа, всё. И божественный свет тоже действует в темпе творения, тут тоже хуцпа для того, чтобы человек принял. Потому что Рабене везде написано, что он был выбран как пастырь, да, почему она, что вообще она важна, настолько важна. Человек должен быть скромным, человек должен понимать, что есть хозяин в доме и так дальше. Почему именно в это время, почему Раф Кук был потрясён тем, что вокруг него происходит обвал? Проходит обвал, нужно было как-то объяснить. Вот так грубо говоря, пошёл в Талмуд, он знал его, предположим, на память. Стало быстро вспоминать, а почему это так происходит? А, ну да, конечно, в приходе, при приходе Машеха будет держать. А почему же Рабене не должно было держаться? Даже последнее, да, Миша, я вижу, последнее, что я скажу, вот эту вот фразу, да, вот всегда этот пример, да, видимо, это, мы апеллим и хуцпа, это где-то рядом, правильно? И вот видно, что один раз это работает, другой раз это не работает. Но почему-то про хуцпу тоже вот нет такого хотя бы, чтобы это была какая-то вещь такая неоднозначная. Иногда хуцпа работает, иногда хуцпа, просто хуцпа. И человеку надо говорить, ты просто хуцпан, тебе здесь нечего делать, иди и думай над жизнью. А не говорить ему, какой ты классный вообще, такой ты классный хуцпан, ты глубоко копаешь и всё. Почему хотя бы там виолетности нету? Как та, которая есть в апеллим. Там это не сработало, а в наше время, да, холуцим, это да, сработало. Ну вот как бы всё. Можно, да? Да, конечно. В том-то и дело, что время разное. Если ты посмотришь на время Моше, да, там, ну что ты ещё мог выбрать? Одна религия, да? Ну, может быть, другую религию выбрать, солнцу там поклоняться. Понимаешь, там не было, у тебя достаточно данных, то есть мир не был так развит, как сейчас, который предоставляет тебе альтернативу. И то, что, как мне кажется, здесь говорится о том, что истинная вера, она как раз без вот этого огромного объёма новых знаний, огромного как бы более адекватного представления миру, только такая вера, да, когда ты и знаешь эту всю научную как бы, так сказать, научное представление о мире. И несмотря на это, ты понимаешь, что есть Ашем, вот только такая вера является как бы истиной. Понимаешь? А тогда было, как бы, не было всей этой информации. А сейчас есть эта информация. Только получив эту информацию... Ты хочешь сказать, что они были примитивные? Я не хочу сказать, что они были более примитивные. Я хочу сказать, что у них не было достаточной информации, мир, эволюция мира не прошла ещё достаточную дорогу, чтобы поставить перед человеком вообще это право выбора. И поэтому атеизм, да, является данным... Если рассматривать это вот, это вот как бы слайд, то атеизм, в общем, является не то, что кого-то, а атеизм должен и у тебя присутствовать. Ты должен увидеть и другие как бы стороны реализации неких теорий. И только тогда ты можешь принять полностью... Вера твоя будет сильна и, так сказать, истинна, скажем так. Послушай, вот если я, ну, как бы, просто переформатирую для тебя то, что ты сказал. Для себя, Слиха. Ты хочешь сказать такую вещь. Это, на самом деле, тема повторяется часто. Откуда вообще появилась религия? Грубо говоря, люди жили в примитивном мире. Они были незащищённые. У них не было научного знания. Поэтому, естественно, они искали какую-то верхнюю силу, да, которая могла бы их защитить в этом мире, в котором они совершенно беспомощны. И ты говоришь, поэтому тогда-то, да, принятие религии, в том смысле, что принятие царства, принятие кого-то, кто выше тебя, кто всем руководит, это было всё равно естественно. Потому что из тебя никакого руководства получиться не могло. Ты не мог ничего делать. У тебя не было никаких знаний. А вот в наше время, когда человеку очень просто жить, ну, практически просто жить, да, без всякой мысли о чём-то высшем. Он окружён знанием, он причём научным, искусственным интеллектом. Он совершенно может без этого обойтись. И когда человек вот сейчас приходит к этому, для этого должна быть хуцепа. Это похоже на то, что ты сказал или нет? Ну, не совсем, потому что и тогда у тебя был выбор, понимаешь? У тебя тогда тоже был выбор между греческим существованием, да, разоркой. Ну, не то, что греческое, это разорка. Но ты мог выбрать и разорка, ты мог выбрать только удовольствие. И при этом у человека было как бы место для выбора. То есть просто мир развивается. Это этапы эволюции. И не надо говорить, что они были там хуже нас или ещё что-то. Нет, на том уровне тоже необходимо было иметь силы, знания, там, откровения, чтобы увидеть, что Ашим и Хаты, они несколько и тому подобное. Но мы сейчас же говорим про наше время. А в наше время вот это как раз, мне кажется, более для нас актуально. А разбор истории – это, по-моему, для другой книги. Знаешь, мне кажется, это дело совсем не в знаниях. Совсем не в том, что тогда знали меньше, а знают сегодня больше. Это не в знаниях дело. Дело действительно в том, что происходит развитие. То есть возьмём вопрос Натана ещё раз. У нас Натан говорит, Рав Кук видит, что всё вокруг рушится. Он срочно ищет, как бы это объяснить. Правильно, Натан? Такая у тебя позиция. Как объяснить, чтобы не рухнула система? Потому что иначе система... Я понял, я понял, я понял, я понял. Халидим точно так же смотрит на тот же самый атеизм. И думают, как сделать, чтобы не рухнула система? Окей, понятно, как отгородиться. Поэтому в армию не пойдём. Участвовать в вашей жизни не будем. Да, будем получать от вас деньги, потому что вы гады. И мы настоящие, а вы не настоящие. И поэтому мы, да, будем получать от вас деньги, сколько сможем. И будем сидеть и учить Тару, потому что это и есть единственный способ противодействовать злодейству. Да, ты совершенно прав, Натан. Всюду злодейство, всё лушится. Наш единственный способ – уйти в гетто. Это один вариант ответа. Теперь, другой вариант ответа – Рав Кук. Рав Кук говорит, что исторические события не являются случайными. Исторические события направляются всемишним. Откуда ты такое взял, Рав Кук? Я это взял из Моараля. И Моараля об этом говорил из Кабалы. Поэтому я, Рав Кук, считаю, что исторические события направляются всемишним. Поэтому, если есть, как ты говоришь, всюду всё разваливается, то да, я буду смотреть и думать, как, где здесь позитивные элементы, которые помогут потом эту ситуацию исправить. Да, я именно так и действую. А почему ты так действуешь? Что же такое моё понимание того, что хочет от меня еврейская традиция? А разве Иоаннич так действовал? И, конечно, действовали. Рабя Кива так действовал. Возьми там какой-нибудь бедраж, что Раби Акива и мудрецы приходят на храм в Угуру, и лисица выбегает из святая святых. Все плачут, Раби Акива радуется. Он говорит, что ты радуешься? Плакать надо. Он говорит, нет. Если исполнилось там пророчество одно, то исполнится пророчество и другое. Ты вообще, Раби Акива, здесь бегаешь, ищешь плюсы, потому что храм разрушен. Ты совсем сдурел. Раби Акива говорит, да, такое моё понимание иудаизма. Раби Акива говорит, да, такое моё понимание иудаизма. Ведь в исторических событиях божественное проведение. Да, действительно. Да, поэтому будет бегать и искать, и думать. Потому что есть вариант другой. Можно уйти где-то. Можно. А я не хочу. Смотри, ты то, что сказал, это очень хорошо, красиво, про Кухню. Я вполне это принимаю. Единственное, что вот есть такое слово, да, бодиават. Вот сильно мешает, что это всё бодиават. Это что означает? Конечно, секундочку, да. Да, вот бодиават. Да, вот бодиават. Это бодиават, это означает, что государство было построено нерелигиозными. Почему? Потому что потом они объясняют. И вот этот вот бодиават мешает, понимаешь? Потому что... Я так грубо сейчас говорю. Если вы такие умные, вы можете всё объяснить. У вас есть талмуд, который всё объясняет. И даже лисицу, когда его видите, вы тут же можете понять. А, если лисица бегает, значит, всё складывается. Но это всё бодиават. Это всё бодиават. Я понял, я понял. Я понял, да. Но какие же претензии к изрушению храма? Чего же-то вы своё учение про трансформацию иудаизма не сделали до разрушения храма? Если вы такие умные, должны были отказаться от храма и построить синагогальный иудаизм, то, что сделал Йоханан Банзакай, до разрушения храма, чего-то ты, Рам, Йоханан Банзакай, строишь свой иудаизм, но не храм, а заменяешь его, но и синагогальный бодиават. Ты должен был до разрушения храма это делать, если такой умный. Он говорит, нет, дорогой, исторические события, на то они исторические события. Мы не знаем, как они пойдут, и поэтому только бодиават, мы и можем их понимать. Поэтому ты не можешь, как говорит Бог Моисеев, увидеть меня спереди, а только сзади. То есть, да, совершенно верно, ты можешь вообще объяснять любые исторические события, любые, только бодиават. И это не только религиозно объясняют, это объясняют все, те, кто хочешь. Любые социологи, любые историки, любые экономисты, все, абсолютно, абсолютно все профессии, социальные, объясняют все, только бодиават. Только. К примеру, Раф Кук эту свою концепцию предложил вовсе не тогда, когда сионизм победил. В 904 году, когда он ее предложил, это было еще не совсем бодиават, извини, что только не религиозные могут построить государство. В 904 году было совершенно не очевидно, что государство удастся построить. И наоборот, в 904 году все сионизм похоронили, потому что никто уже не ехал, первая лия кончилась, Дерцель умер, ничего не получил, никакого договора не подписал, сионистская экземия оскололась из-за плана Уганды, из-за чего Дерцель собственный умер, из-за сердечного приступа из-за плана Уганды. Но, поэтому, это нельзя назвать бодиават. Оно только-только начинается. И все остальные религиозные говорят, это все фигня, помогать этому не будем. А Равкул говорит, нет, в этом правильные зерна, будем помогать. Это не бодиават, извини, это лохатхила. Ну, хорошо, возьмешь Рава Куха, возьми Рава Шерфин, но Рава Шерфин точно бодиават. Ну, извини, ну, что делать? Ну, хорошо, ну, я просто отбил, ты мне хорошо исторически объяснил. Я даже не это хочу сказать. Я скажу сейчас грубую вещь, я прошу прощения за грубость. Ну, тогда, если такой Шеравель, атеизм, это такое же, вообще, глубочайшее проявление веры. Ребята, а что мы религиозны? Может, гораздо правильнее атеистом быть? Куцпа, атеизм, тфина не накладывать, халила, вообще ничего, все на губу не хотят. А что делать? А делать то, что делают атеисты, строить государство, в армию, все, что они делают, все, что мы потом говорим, что-то на самом деле есть очень правильно, это глубокое проявление веры. Окей, окей, это верно, да, но у нас такая только проблема немножко стала, что сегодня атеисты все меньше являются сионистами, и все меньше строят государство, и все меньше идут воевать, а все больше становятся просто атеистами. А есть просто атеисты, а есть глубокие атеисты. Нет, 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 извини. Постсионистами, а не просто атеисты. Извини. Постсионистами. Поэтому Равкук говорит, в атеизме скрыта глубокая вера. Из этого не надо быть атеистами. Я тебе скажу, в христианстве скрыто много замечательных божеств христианских. Или в буддизме, и в исламе даже есть. И что, из этого становиться мусульманином? Ну, нет, конечно. Да, в исламе есть важные и позитивные вещи, а в христианстве еще больше. И в буддизме есть, и в синтаизме есть. И что из этого? Надо становиться ими? Конечно, нет. Не надо терять. Из-за того, что ты признаешь, что в другом тоже есть ценность, не значит, что ты должен потерять себя. Я понял. Я только хочу сделать поправку такую, но это мои как бы наблюдения. Мне кажется, что вот то, что Равкук говорит про атеистов, очень может быть, что это были атеисты, которые были... То есть, тогда это было как бы суперявление. Человек уходит от чего-то, разрывает. Это все было... То есть, была очень сильная привязка до этого к корням, поэтому тот рев был сильный. Я, честно говоря, вот те атеисты, которые вокруг меня, или во всяком случае, люди, которые... Ну, что это атеист? Которые люди просто говорят напрямую. Я не верю в существование Бога. Я не верю в божественное управление. Не верю в это. Вот это вот, вот этих людей называют атеистами. Я, честно говоря, в моих глазах, они все замечательные люди, но они подходят по тому, что они пофигисты. Я никакой глубины там не вижу. Это просто не пофигисты. Такой человек, например, вот один из этих людей, да, один из этих людей, он, например, ко мне в субботу был у меня. Он мне говорит, слушай, такая куфа вообще ужасная. Все время что-то ломается. То машина сломалась, то мозга... Ну, не могу. Давай я к тебе сейчас вот в синагогу хочу садить. Я там вот... И он говорит, адон, адон акадош твой. Ну, я промолчал. Когда мы были в синагоге, он говорит, слушай, сейчас вот правильно подойти и поцеловать пороха. Да? Я ему говорю, я не про своего сына рассказываю, поэтому это нормально. Вот я говорю, а зачем он говорит? Ну, как-то, может, эти самые... Я говорю, знаешь что, по-моему, лучше Геркат Амазону почитать. Он говорит, нет, Геркат Амазону я не буду читать, это вы читаете. Вот это, вот это, понимаешь, вот это совершенно нормальный атеист современный. Это совершенно нормальный современный атеист. Глубина была, по-моему, может быть, есть какие-то отдельные люди вокруг Рабашевки, не знаю. Большинство, вот это, по-моему, нормальный средств. Послушай, послушай, среди религиозных есть очень много простых религиозных незадумывающихся о глубине религии. Среди атеистов есть полно атеистов незадумывающихся о глубине атеизма. Ну, что делать? Да, Если мы задумываемся о глубине религии То нам немножко Странные, ну или чужды Даже немножко иногда Те религиозные, которые вот так вот Бытового религиозные И точно так же те атеисты Которые бытового атеисты А те, которые задумываются, можно с ними вести диалог Мы же не пытаемся Мы же не пытаемся Ты пойми, мы не пытаемся переубедить атеистов Нет, нет, нет Нет, конечно Анализируя то, что это вокруг нас Вот, например, просто примеры из жизни Да, у нас же мало примеров из жизни Вот, просто другой пример из жизни Израиль сейчас, да, жуткий совершенно период Жуткий период Люди происходят вокруг Люди в человеческих, как бы, жизнях Диких катастрофы Люди происходят ужасные трагические переживания Вот я зачастую слышу, просто не первый раз Например, человек, женщина, которая была В Отефе, да Вот, и чудом выжила По-моему, даже часть семьи у нее все равно осталась Не осталась, а их забрали как бы вазу, хатуфи Она говорит Я дала вот такой недор Если я останусь живым, мои дети будут живы Я останусь соблюдать шаббат Вот это нормально? Конечно Конечно, нормально Конечно, нормально Все нормально Все хорошо А что ты хочешь? От всех людей ты хочешь, чтобы они, так сказать, достигали высоты религии Слушай, мы тоже бываем иногда такими И тоже бываем иногда такими Если что-нибудь будет хорошо, то я буду делать тот и тот Все нормально Это нормально Не нужно свысока Нет, конечно Нет, конечно Ну, так и все отлично Все хорошо Ну, хорошо Будем продвигаться Сама Можно вопрос, Петя? Да Да Один вопрос, одно замечание По поводу предсказания Всякая теоретическая физика и тому подобное предсказывают вещи Ты говоришь, все это бодиават Не все бодиават Есть вещи, которые, так сказать, можно объяснить, предсказать И они потом, так сказать, осуществляются Это я согласен Да На мой счастливый Не, не, не Я в социальном плане имею в виду Конечно, физику нет А вопрос следующий Мне показалось все-таки, что вот эти там предыдущие слайды говорят о том Что, в принципе, достижение высшей меры или свободной веры Оно возможно только тогда, когда это не находится в рамках, так сказать, традиции В рамках, то есть атеизм и все происшедшее, оно является необходимым как бы фактором действия, заложенным в эволюцию Что иначе бы мы не смогли бы, так сказать, достичь той веры, которая, как бы, здесь есть это? Нет, это на другом Вот На другом слайде Той веры, которая, как бы, является высшим уровнем веры Процесс утраты веры, да, осознанное возвращение То есть не обязательно утратить веру, но должна быть какая-то альтернатива Про знание я говорил не как набор знаний, а как набор какой-то альтернативы для картины мира Вот, но это, как бы, что я хотел сказать, что это является не случайным процессом историческим, а закономерной эволюцией для достижения более высокого веры Да Все, спасибо Ну да, Рафшерки говорит, что намек на это уже в самом распиливании Адама, да, заключается Да Да, ну тогда двинемся дальше Итак, широта шувы В дерзости, говорит Рафшерки, есть два измерения Есть вертикальное измерение и горизонтальное До сих пор мы говорили про вертикальное измерение дерзости То есть свет распространяется сверху вниз, внизу появляется свобода выбора И из этой свободы выбора начинается шува, возвращение, да, принятие власти небес снизу Это вертикаль шувы, да, есть горизонтальное измерение шувы И это требование прорвать границы, которые ограничивают познание Бога исключительно религиозной сферой То есть расширить познание Бога на все сферы жизни до размеров космоса И на это намекает Талмуд в трактате Брахот Тот, кто молится в пространстве без стен, дерзок в глазах Бога Да, есть такая фраза, мы ее уже в другом совсем аспекте разбирали в этой книге Тот, кто молится в поле, да, дерзок тот, кто молится в поле То есть дерзость это то, что требует встречи с Божественным на открытом пространстве бытия На самом деле так же вел себя Исаф Он был человеком поля, как мы знаем Он пришел с поля, то есть пришел с места распространения жизни И дерзко потребовал, дай мне голоднуть красного-красного этого Но Исаф вернулся и устал, то есть он устал искать Бога И устал искать Бога на вот этом пространстве бытия без перегородок И поэтому он падает в пучину беззакония и отчаяния Как традиции относятся к Исафу И можно сказать, что Исаф это родоначальник современной философии абсурда Который утверждает, что у человека нет шансов познать то, что находится за его пределами Есть такие люди, кроме атеистов, они называют себя агностиками Я говорю, есть Бог, нет Бог, это непостижимо У нас есть какие-то пределы познания И значит, если человек считает, что у него нет возможности, нет надежды познать то, что за его пределами Значит, он никогда не узнает смысла своего существования И вот такая философия, она сводит на нет всю ценность жизни И такого рода отчаяния, на самом деле, считают Рафшерки Оно происходит из требований великого света Которой жизнь в ее нынешнем состоянии вместить не может То есть сама вот эта философия, что есть пределы, которые мы не можем порвать Это скрытое желание эти пределы прорвать То есть выйти за границы Не ограничивать познание Бога религией Есть про это комментарии? У Пети есть Самостоятельный религиозный выбор Духовный рост через ответственное принятие решений Ну, хорошо Прямо связано Но это к этому относятся ли, да? Да, конечно Ну, тогда идем дальше Вечная проблема отцовка детей Итак, конфликт между требованием религиозной святости и святости космической Нашел выражение в ключевом споре отцовка детей Описано в последних стихах пророчества Малахи Имеется в виду традиционная святость Которая говорит, что вот есть святость У него какая-то узкая область И она святость над природой Святость вне природы А Раф Кук говорит, что есть некий более глубокий корень святости В глубине природы И он должен раскрыться И цитата из Малахи Вот я посылаю вам Ильягу пророка Перед наступлением дня Господа Великого и Страшного И возвратит он сердце отцов к детям И сердце детей к отцам их Чтобы я, придя, не поразил землю проклятием Итак, в этих отцов и детях Раф Шерки видит конфликт между вот этими Старым пониманием, традиционным пониманием святости И тем, которое только раскрывается Отцы, говорит Раф Шерки Представляют собой то поколение Для которого святость – это святость вне природы Святость, которая борется с природой Святость, стоящая над природой А сыновья – это новое поколение В котором пробуждается требование святости Скрытой внутри природы В глубине природы на самом деле скрыта святость Которая гораздо выше той святости Которая борется с природой То есть традиционная святость И в новых поколениях эта скрытая святость природы Заявляет о своем оскорблении То есть все вот эти традиционные, религиозные Которые отрицали природу Отрицали фактически жизнь Во всех ее проявлениях Тем самым природа Она оскорбленная и начинает бунтовать На самом деле вот эта святость Внутри природы Она начинает бунтовать И та форма, которую принимает Вот эта оскорбленная природа Это как раз дерзость И противодействие святости над природой То есть противодействие традиционной религиозному пониманию святости И вот эта борьба между двумя типами святости Она еще не окончена И сущностный источник противостояния религии В последних поколениях Это как раз в том, что общество ощущает Что религия борется с жизнью Главная претензия атеистов Всех, кто борется с верой В том, что вот жизнь, она так широка И прекрасно вы это отрицаете Вы загоняете себя в какие-то узкие рамки Поскольку жизнь несет в себе искры святости и истины То возникает логично сущностная оппозиция Противостояние к тем кругам общества Которые придерживаются традиционной святости Такой религиозной И миссия пророка Илья Который, как мы знаем, тоже одно из явлений избавления Приход пророка Илья Который вот здесь описывается И Равширке говорит, что как раз она в том и заключается В том, чтобы объединить вот эти две формы святости И дальше он говорит, что есть три категории людей Есть носители души Нефиш Нефиш – это низкий уровень души Эти люди близки к природе И они чувствуют ее требования Требования жизни Требования природы Потом есть Баолей Руах Носители уровня Руах Болей высокого Это мудрецы Тора И они несут в себе святость традиционную Которое передавалось Понимание святости Которое передавалось по традиции поколений И третий уровень Носители уровня Нашама Это ученики пророка Илья И их роль как раз заключается В примирении вот этих двух видов святости Традиционной религиозной понимания святости И святости внутри природы Которая только раскрывается В виде какого-то там атеизма И защиты жизни во всех ее проявлениях Это что касается пророка Илья То, что говорится Святость противостоящей природе По-моему, всегда Мы учили, что это в христианстве А что иудаист как раз отличается наоборот Тем, что он связан с природой Там начинает экология Освещение секса Освещение еды Освещение всего и чего угодно То есть как бы непонятно Откуда берется, что традиционный иудаизм Он противостоит природе? Ну, конечно, шире христианство Но все равно этих границ мало Насколько я понимаю Надо пойти еще дальше, да Ты знаешь, может быть Мы под иудаизмом слишком часто Понимаем современный иудаизм Ну, и в этом Тора и экология Мы рассматриваем То, что в Торе связано с экологией Петербург Крутель уже часто об этом говорил Насколько важна экология И два главных различия Между римским подходом Да, и еврейским Римский подход Это преобразовать природу Еврейский подход Это значит Построить там, где есть источник А римский Это построить где-нибудь И привезти туда воду Вот как бы Всегда же об этом говорилось В древности тоже Не, про экологию Как раз мы разбирали эту тему Да, и выяснялось Что потом, когда Чем больше уходили в Галут Да, и евреи Тем Они начинали отрицать Как раз вот эту красоту Эстетику и так далее Илья был до Галута Не мог, по-видимому Предсказать Что будет в Галуте Он даже говорил О современности, наверное Ну ладно В общем Я имею в виду Когда он придет Да То есть он соединит Может быть Это все-таки Наше понимание Или я Ну исключительно Да Очень уникальное Предыдущие слайды Ложились очень гладко Это все-таки Не так Непонятно Ну ладно Спасибо Ну тогда Идем дальше Приближаемся К итогу К итогу Всей книги Требования универсальности Связаны с этим Кризисом Универсальность Это опять же Связано с горизонтальным Измерением швы Да То есть с расширением От индивидуальности До рамок народа А рамок народа До рамок всего человечества Итак Вот это расширение границ Которого требует дерзость Она подразумевает Так же призыв к универсализму Цитаты из Рава Кука Дерзость эпохи Машеха Исходит из того Что мир уже готов Требовать понимания того Как все части связаны с целым И не может вынести ни одной детали Не связанной с великой общностью Иными словами Людей нашего поколения Не удовлетворяет Любая система мысли и действий Которая не исходит из некого Широкого всеобъемлющего мировоззрения Которое включало бы в себя все Около ста лет назад Такое мышление Привело к отказу от заповеди Тора Потому что традиционное Религиозное образование Не могло показать Как исполнение заповедей Соотносится с более общими ценностями Этот процесс Отказа от традиционных взглядов Как следствие расширения знаний Можно наблюдать и в духовном росте Каждого человека Когда он сталкивается с новыми идеями Которые требуют новых сосудов Для их усвоения Это то о чем мы говорили Когда был расцвет науки Какие-то новые появлялись знания И евреи массово уходили в науку Потому что религия не могла подключить Вот эти новые знания К общему мировоззрению И вот это именно то Чего не хватает людям Что они находят какие-то новые Скрывают знания Какую-то информацию Которую те, кто не подключает это К единому общему Они соответственно от них уходят И в этом проблема И действительно в 20 веке В еврейском мире появились два движения Которые предлагали универсальную духовную пищу Которые религия традиционно предложить не могла Это сионизм и космополитизм Первое сионизм как реализация национального чувства И второе космополитизм как реализация Общечеловеческого видения То есть некие мировоззрения, которые не находили подключения к традиционной религии И анализируя эти два течения Сионизм и космополитизм Можно увидеть, как возникли два кризиса Кризис первый Светский сионизм предложил национальное определение еврейской идентичности Которое не было связано напрямую с соблюдением заповеди Тот, кто раньше считался евреем Это тот, кто соблюдает заповеди Кто ходит в синагогу, кто является частью общины и так далее Кто соблюдает эти заповеди, тот и еврей Сионизм предложил национальные Чего до этого не было До этого заповеди понимались как частные действия Не связанные с общим Так объясняет Равков На языке Талмуда этот процесс можно описать Как переход от идентичности Яков к идентичности Исраэль Яков индивидуальная Яков религиозная идентичность А Исраэль это национальная идентичность И на это есть фраза в трактате Брахот Имя Яков не будет отменено Но имя Исраэль будет главным А Яков будет второстепенным Кризис этого перехода Это одно из проявлений дерзости эпохи Маше То есть индивидуальное должно остаться Религиозное должно остаться Оно не будет отменено Но появится новое И оно будет главным А Яков религиозное, индивидуальное Оно станет второстепенным Так трактуют Равшевке Эту цитату из Талмуда Однако противоречие Которое там было острым Сто лет назад И больше между Торой И национальным самосознанием Которое предложил сионизм Оно на самом деле Не так уж и противоречие Это противоречие возникает Когда Тору пытаются уместить В рамки религиозности Ориентированной только на духовную Самореализацию личности А и вот почему этот кризис Решился именно в Израиле Кризис, конфликт между Индивидуальным и национальным Решился, когда в Израиле Появились люди Обладающие глубокой верой Которые соединили верность Торе И национальную преданность воедино То есть должны появиться Какие-то люди Которые смогли соединить Одно и другое Что до этого не могло никак Соединяться в еврейском народе И поэтому был кризис Итак, кризис второй Парадоксально, но успех Этого слияния Тора И национального самосознания Породил еще один кризис Как раз более широкий То есть теперь уже Сомневаются в ценности Национальной идентичности По имя более широкой общности То есть Космополитизма Точно так же, как национализм Представлял религию Как частную духовность По сравнению с национальным Измерением более широким Точно так же и космополитизм Теперь представляет Сионизм Как частную национальную жизнь Слишком узкую Для вот этого Общечеловеческого Мировоззрения И этот второй Новый кризис Раф Кук называет Убийством Машеха Бен Юсефа И он даже является И он так же является Результатом Стремления соединить Индивидуальное с общим На языке мудрецов Мы можем сказать Что мы имеем дело С переходом От идентичности Израиль К идентичности Ешуру Итак, у нас есть Три имени У Якова Первый Яков Это индивидуальный Это религиозный Второй Израиль Это национальное Более широкое И третье имя Ешуру Это уже Общечеловеческий Аспект То есть каждый Более широкий И переход К каждому Следующему Расширению Границ Он проходит Обязательно Через кризис И этот Новый кризис Расширение Границ Он выявляет Три направления Без которых Не может существовать Ни одно Полноценное общество Это кодаж Святое Или сакральное Или религиозное Другое направление И национальное И третье Общечеловеческое Направление Так пишет Рав Кук В книге Урод Эта проблема Сейчас Становится Настолько Острой Что подрыв Национальных Ценностей Выглядит Как отказ От Тора Что доказывает Что интеграция Религиозного И национального Действительно Удалась В чем Сто лет назад Был кризис И теперь Аналогичная У нас ситуация Только настала Очередь Более Глубокого Требования Подчеркивание Универсальной Ценности Сионистской Идентичности То есть У нас теперь Есть Сионистская Идентичность Которая Соединилась Себе И религиозная И сакральная И национальная И теперь Нужно Подчеркнуть Ее универсальную Ценность Той Идентичности Которая Есть Расширить Ее границы Ну и здесь Неизбежен При переходе Процесс Разрушения Цитата Из Рава Кукла Если бы Мир Приобщился К свету Торы В такой Степени Что Духовная Душа Возросла До Осознания И связи Деталей С духовным Целом То Тшува И связанное С ней Исправление Мира Реализовалось Но Поскольку Пренебрежение Духовными Вопросами В этом Аспекте Привело К тому Что Внутренний Свет Торы Недостаточно Проявился В мире Из этого Есть два Как бы Следствия С одной стороны Возникло Требование Такого Образа Жизни При котором Все детали Воспринимаются Как части Целого С другой С другой С другой С другой С другой Раскрытие Света Торы Еще Не Завершено И поэтому Путь К такому Восприятию Восприятию Всех Деталей Связанных С целым Восприятию Божественности Во всех Аспектах Жизни К общечеловеческому Восприятию То есть Путь К этому Еще Не Проложен Требования Уже Есть В широких Массах Как Еврейских Так И Народов Мира Но Как бы Путь Путь Торы К этому Не Проложен Из-за Этого Говорит Равку Происходит Ужасное Разрушение На языке Нашего Поколения Это Означает Что Те Кто верны Торе И верны Национальным Ценностям Они Не Осознают Универсальной Ценности Своей Этой Верности И С другой С другой С другой Те Кто Дошел До Определенного Уровня Заботы О Судьбах Человечества До Этого Дорос В них Развивается Ненависть Ко всему Национальному Так Как Им Кажется Что Это Противоречит Общечеловеческой Миссии Народа Израиля Вот Такой У нас Происходит Кризис Есть Какие Комментарии По Этому Поводу Нет Все Согласен Да Очень Хорошо Так И Корень Этого Кризиса Проистекает Из Неопределенности Близких Друг Другу Понятий Универсальности И Космополитизм Космополитизм Стремится Отменить Национальную Этентичность Поскольку Он Не признает Никакой Ценности Кроме Ценности Индивидуальности Универсализм Стремится Возвысить Мир Через Возвышение Нации У народа Израиля Есть Особая Цель Неразрывно Связанная С его Миссией Эта Цель Как раз Возвысить Мир Через Возвышение Нации Пишет Равкук В книге Урод В разделе Который Называется Для Малах Идеот Бо Исраэль Что Ради Понимания Того Что Не только Отдельные Личности Живут В свете Божественной Идеи Но и Целые Народы Для этого Необходимо Чтобы Это общество Которое Должно Возвысить Весь мир Через Возвышение Нации Оно Должно Обладать Политическим И социальным Государством И национальным Суверенитетом В этом Смысле Моральная Ценность Израильского Амбиции По исправлению Ценности Жизни Человека Присущие Космополитическим Идеологиям Эти мнения Космополитические Мнения Которые Не признают Национальные Ценности И они Видят Только Общечеловеческое Разделенное На отдельных Личностей И это Говорит Рафшир Не более Чем Поиски Универсальной Фазы Еврейской Идентичности Появление Космополитизма Оно Подобно То что Называется В Кабале Клипа Предшествует Плодов То есть Прежде чем Раскрылась Настоящая Универсальность Которая И является Плодом Ей предшествует Этот Космополитизм Таким образом Решение Вот этого Кризиса Последнего Заключается В углублении Универсальной Идеи В иудаизме При этом Связанной С возрождением Нации Точно так же Как В прошлом Сто лет назад Решение Религиозного И сионистского Конфликта Оно Раскрылось В стремлении К более Святым Корням Национализма Точно так же Вот это Религиозно Религиозно-сионистская Религиозно-национальная Идентичность Она должна Найти Святые Корни В универсальных Общечеловеческих Идеях И еще Одна Непростая Цитата Из Рава Кука Мы должны Использовать Высшее Средство Укреплять Наши Духовные Мышцы До тех пор Пока Путь к Пониманию Связи Всех Мнений Законов Тора С более Высшей Общностью Не станет Ясным И определенным Путем Доступным Для обычных Человеческих Чуд и разумов И тогда Вернется Сила Духовной Жизни И проявится В идеях И в действиях И всеобщая Цива Начнет Приносить Свои Плоды Таковы Некоторые Из путей Цивы Нашего Поколения И этим Заканчивают Раф Шерпи Свою Книгу Интересно Замечательно По-моему Очень хорошо Хорошо Дальше мы Готовим Два текста Первое Мы готовим Перевод Книги Абошерки Редактируем И готовим Перевод Второе Мы готовим Дополнение Дополнение Берутся Из наших Дискуссий Где-то Их будет Больше Где-то Будет Меньше Это будет Отдельный Файл И Оба Эти файла Будут Опубликованы Окей Правильно Да Замечательно Тогда Большое Спасибо Андрею Было Прекрасное Спасибо Андрея И Движемся Дальше Я Холю Ногли Все Кто хочет Получить Чекст Для Как бы Предварительный Вариант Как только Мы его Сделаем Еще до Того Как мы Будем Отдавать Верстку Приглашаются Написать Свои Письма Вшли Письма Мейлы И Тогда Мы С удовольствием Вам Пришлем Предварительную Версию Для Прочтения Всем Спасибо Кто Был С нами Этот Год За Вопросы За Дискуссии Прекрасно Большое Спасибо Все Тогда Мы Завершаем Этот Замечательный Курс Правильно Да Надо Будет Предложить Народу Какую Следующую Книгу Рава Ширки Можно Будет Разобрать Не Не Подожди 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 А Да Это Не Писывается В план Распечатки Не Будет С Это Закончить Давай Мы Это Доделаем И Сдадим Проект Потом Будем А как же Худспа И все Такое Худспа Гигантская Есть Тебе Интересно Мне Кажется Что Есть Отличные Курсы Рава Ширки Кратких И Душим К Недельным Разделам Например Да Наверное Я Сейчас Делаю У меня Будет Годичный И Бук В котором Будет Годичные Короткие Высказные Рава Ошибки По Недельным Разделам Рава Спасибо.